Сегодня такая заявка, как возрасти в меру полного возраста Иисуса Христа. Скажи Аллилуйя. Кто-нибудь хочет возрасти в меру полного возраста Иисуса Христа? Может, только я один хочу? Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Аминь. Но вы знаете, сегодня тема не об этом, не о том, как стать Божьим генералом. Сегодня как раз тема такая довольно тонкая и очень благословенная. Давайте мы прочитаем это место, где это написано. Это написано в послании к Ефесянам. Апостол Павел, наш благословенный брат, наш наставник, через которого мы можем видеть какие-то такие тонкие вещи, через которые приходит очень здравое учение Иисуса Христа в Святом Духе. И он пишет. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Здесь небольшая сноска, вы знаете. Он поставил одних апостолами, но не все из нас апостолы, правда? Ну не все из нас пророки, не все евангелисты, не все пастыря, не все учители. У кого-то нет такого дара. Но я хотел сказать такую очень важную мысль. Каждый из нас призван, просто призван быть по Писанию в том или другом служении. Есть пятигранное служение, и ты призван быть хотя бы в одном из них. Если ты пока еще себя не нашел, найди, пожалуйста. Потому что Иисус Христос говорит, если ты принимаешь пророка, или если ты в служении пророка, ты получишь что? Ты получишь награду пророка. Слышите меня? А если ты нигде, ну... Да. Поэтому очень важно быть в каком-то служении, определиться о том, что я вот... Или в служении миссионеров, да, это слово-синоним апостола. Апостолы – это миссионеры сегодня. Или я в служении пророков, или я в служении евангелистов. Я хожу в ту или другую церковь, и я вот в таком служении. Потому что я ревную. К совершению святых наделал служение для созидания... Все это Бог сделал для созидания тела Христова. Слышите меня? Для созидания тела Христова. Церковь мы... В прошлый раз мы размышляли на эту тему о том, что церковь – есть тело Христово. Когда мы являемся частью какой-либо поместной церкви, мы являемся на самом деле членами Вселенской Церкви, и тело Иисуса Христа. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия. Библия говорит, что мы можем прийти в единство веры и познания Сына Божия. То есть мы можем познать лично Иисуса Христа. В мужу совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, которые сейчас просто пруд-прудий. Этот мир просто наполнился различными ересями, какими-то невероятными такими учениями, ветру учениями, и не знаешь уже, кого слушать и кому верить. Идет поношение на церковь, идет поношение на пастырей, что верить на самом деле никому нельзя. Но это же неправда, правда? Но Бог бы этого никогда бы не допустил, что, ну просто что, нет достойных. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое, совокупляемое последствием всяких взаимно скрепляющих связей, при содействии в свою меру, скажи, в свою меру, каждого члена, скажи, каждого члена, то есть меня и тебя, получает приращение для созидания самого себя в любви. «Посему я говорю и заклинаю Господом», то есть это очень серьезно, да, апостол Павел заклинает, то есть ставит нас перед клятвой, «чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы, что написано? Что мы, но мы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем, скажи, в Нем, мы в Нем научились, так как истина в Иисусе, только в Иисусе Христе. Отложить прежний образ какого человека? Жизни ветхого человека. То есть какой-то человек во мне, он должен просто вот так, каждый день умирать, тлеть, я не должен позволять ему каким-либо образом проявляться в моей жизни. «И сливающий в обольстительных похотях и обновиться духом ума вашего и облечься, слышите меня, облечься в нового человека, созданного по Богу». То есть новый, внутренний, духовный человек, он создан по Богу в праведности и святости истины. Аминь. Слава нашему Богу. И давайте я вернусь вот к этому стиху, который сегодня является заглавием моей пропады. Это откровение. Я этого нигде не читал. Бог открыл. И вы знаете, какую тонкость я сегодня хочу открыть? Это очень интересно. Давайте мы будем сегодня внимательны к Слову Божьему. Не к человеку, а к Слову Божию, Которое есть Сам Иисус Христос. Еще раз. 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». В меру полного возраста Христова. Вот просто, если у вас есть Библия, посмотрите на это место, прочитайте еще несколько раз. «В мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Можем ли мы возрасти в меру полного возраста Христова? Я хотел бы, вы знаете, дать вот такой, вот просто такой, вот просто как красной чертой просто провести о том, что Библия не говорит о том, что я, 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 ну, например, ну, как Геннадий, да, или кто-нибудь из вас, там, Вера, Галя, что я могу стать как Христос и возрасти в Его возраст или стать как Христос, ну, то есть дорасти до Его уровня. Библия так не говорит. Библия нам говорит о том, что доколе все придем в единство веры, познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста кого? Не моего возраста. Слушайте меня. Возраста Христова, чтобы Христос в моей жизни мог просто проявиться в меру полного своего возраста, как зрелый учитель, как он проповедовал 2000 лет тому назад, в момент, когда ему стукнуло 30 лет, да, он вышел на служение, потому что по закону так полагалось, и его служение было просто невероятным. И вот о чем я сегодня хотел бы с вами поговорить, именно как нам позволить Богу в наших жизнях возрасти или проявить меру полного возраста своего, Христова, не моего возраста. Здесь не говорится, в этих стихах не говорится о том, что я могу возрасти, в этих листах говорится о чем-то совершенно другом. И для того, чтобы мы пришли к более такому углубленному пониманию, давайте откроем следующее место. Иоанн Креститель дает нам четкое направление. И мы можем прочитать это в Евангелии от Иоанна, 3 глава, с 26 стиха. Приходят к Иоанну, да, и пришли к Иоанну и сказали ему, рави, тот, который был с тобой на Иордане, да, мы знаем о том, что Иисус Христос принял, Иоанн Креститель преподал водное крещение самому Господу Иисусу Христу, потому что так надо было поступить, потому что Иисус прокладывал нам дорогу, мы идем за Ним. Тот, который был с тобой при Иордане, о котором ты свидетел, сказал, что вот Он крестит, и все идут к Нему. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос. Иоанн Креститель никогда не говорил о том, что Он Христос, да? И Он не говорил о том, что Он пророк Илья, например, да, хотя Иисус Христос о Нем потом засвидетел, что Он пришел в духе Ильи. Но я послан пред Ним, Он был пред Течи. Имеющий жених невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий Ему, радуется радостью, слыша голос жениха, сия та радость моя исполнилась. И смотрите, что говорит Иоанн Креститель. Ему должно расти, а мне что надлежит? А мне надлежит, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех. А сущий от земли, земной, есть и говорит, как сущий от земли. Потому что Иоанн Креститель был от земли. Но Иисус Христос, Он кто? Он пришедший с неба. Он есть Господь Бог. Приходящий с небес есть выше всех, потому что Он Бог. И что Он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства Его. Принявший Его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинный. Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слава Божьей. Ибо не мерует, дает Бог Духа. И смотрите, Отец любит Сына и все отдал в руку Его. Все. Отец все отдал в руку Иисуса Христа, своего изнародного Сына. Верующий в Сына, давайте мы всегда это будем помнить. Верующий в Сына имеет жизнь какую? Вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни. Не увидит вот этой вечной жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Есть только один грех по Евангелию, да? Это грех неверия. Из которого вытекают все остальные грехи. Если мы не верим в Иисуса Христа, мы обречены. То есть все остальные грехи, они просто на нас наваливаются. И мы не можем сопротивляться. Потому что только во Христе Иисусе мы получаем благодать Божьей. Божью ко спасению. Силу Святого Духа, премудрость, сходящую свыше. Иоанн Креститель дает нам очень четкое направление. Вот в своей жизни тебе, если ты хочешь, чтобы пришла мера полного возраста, не моя, а Иисус Христа, тебе надлежит постепенно, что? Отходить на задний, все более задний план. Тебе надлежит умоляться для того, чтобы Иисус Христу позволить и дать Ему дорогу, чтобы Он возрастал. Один из теологов говорил так, что когда я только пришел к Богу, для меня Иисус Христос, это была какая-то непонятная личность. Она была там, где-то вдалеке. Почему-то Его распяли. Мне было непонятно почему. Но по мере того, как я углублялся в Священное Писание, молился, общался с духовными людьми, погружался в это общение, я начинал приближаться к Нему, познавал Его все больше и больше. И по мере того, как я приближался к Нему, я видел, что эта личность, эта личность невероятная, она всемогущая, она безграничная. И когда я осознавал увеличие, в моей жизни все больше и больше становилось Христа, а меня становилось все меньше, меньше и меньше. Слушайте меня. Скажи аминь. И это очень важно, чтобы нам понять вот эту тему, как нам просто позволить Богу прийти в наши жизни. Следующее место. Так, вы со мной? Аллелуя. Нет, ну, важно, чтобы всем нам быть с Господом, а я с Богом. И вот здесь как раз, знаете, апостол Павел нам дает, конечно, примеры. Он говорит, подражайте мне, как я подражаю Иисусу Христу. Но я хочу сказать вам сегодня о том, что это был только временный этап жизни апостола Павла. Какое-то время он подражал, и сейчас мы прочитаем это. Но в конце своей жизни, своей апостольской жизни, он пишет уже другое. И мы это тоже сегодня прочтем. Давайте мы сегодня откроем послание Колоссянам. Третья глава, где апостол Павел нас утверждает в чем-то, он показывает нам путь. Апостол Павел утверждает с первого стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, кто воскрес со Христом? Кто-нибудь здесь есть, кто воскрес вместе со Христом? Потому что мы не только умерли, мы не только с ним сораспялись. Мы с ним и совоскресли, это Евангелие говорит. И это обетование, которое есть до имени. Если ты веришь в Иисуса Христа, ты рано или поздно должен просто пройти через Голгофу. И другого пути нет. А гор не помышляйте о неземном, ибо вы умерли. И жизнь ваша сокрыта со Христом где? Моя жизнь, оказывается, сокрыта со Христом в Боге. Она не здесь на земле, да? Дьявол не может меня контролировать, мир не может меня контролировать, потому что моя жизнь сокрыта со Христом в Боге. Я вне зоны досягаемости, слышите? Дьявол не может до меня там из своих огненных стрел дострелить, если я вот так уповаю на моего Господа Иисуса Христа. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите. Смотрите, это наш акт, это наш шаг. Мы должны прилагать к этому усилия. Умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть, идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сону противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость. И апостол Павел перечисляет. Злобу, злоречие. Скверновескословие уст ваших. То есть я должен, призван даже, следить за своими устами. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в поз... Смотрите, как обновляется вот этот новый человек. Он обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Ирина, ни Иудеи, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрая, кротость, долготерпение, с неходя друг к другу, прощая взаимные. И знаете, вот просто перечисляется. В прошлый раз я говорил про плоды Святого Духа, о том, что в Церкви в последнее время очень важно будет приносить плод, и чтобы этот плод просто умножался на самом деле. И плоды Святого Духа перечисляются в послании Галатами. Есть любовь, радость, мир, долготерпение. И вот я хотел бы сегодня утверждать в том, что плод Святого Духа – это не моя любовь, это не моя радость, это не ваше долготерпение. Нашего терпения намного не хватает. Мы люди, мы ограничены. Вы знаете, я когда-то читал книги «Вочманони», там, ну, есть, конечно, у него там спорные какие-то моменты, но один пример мне очень понравился, да, когда они встретились с «Витнесом Ли», и они сидят, и «Вочманони» сидит в своем кресле так, ну, он очень много пострадал за Иисус Христа, очень много сидел в тюрьме, но он совершил очень большое движение, и он, говорит, обращается к «Витнесу», он говорит, «Витнес, мог бы ты мне сказать определение терпения?» Что такое терпение, по-твоему? И «Витнес», ну, начал так, как бы стараться, он говорит, ну, терпение – это когда мы сдерживаем свои какие-то человеческие эмоции, чувства, мы осмысливаем что-то. Ну, и что-то он да такое говорил, и «Вочманни» улыбался на нее, смотрел, говорит, ну, да, махал головой, а говорит, а еще короче. Ну, говорит, ну, а что, что вы хотите сказать? И «Вочманни» так, улыбаясь, проговорил ему, ты знаешь, вот я сегодня вот получил такое откровение о том, что настоящее терпение – это Иисус Христос. И вот здесь, вы знаете, вот эти моменты, которые надо очень точно уловить от Святого Духа. То есть, когда в твоей жизни наступает точка кипения, и ты не можешь терпеть, призови имя Иисуса Христа. «Всякий, призвавший имя Господне, спасется», да, написано. Когда мы призываем имя Иисуса, Он приходит. Он всегда приходит, потому что Он верен. Ты можешь не прийти, да, на встречу с Ним, но Он вот сюда, на это место, Он всегда придет, не только сюда, но куда бы ты ни призвал, Иисус Христос приходит всегда, как Спаситель, как Исцелитель, аминь. Как тот, кто благословляет, как тот, кто может вытащить тебя из любой ямы. Вот ты в отчаянии просто призвал, Господь, моего терпения больше нет. Иисус приходит для того, чтобы дать тебе свое терпение. И тогда ты можешь, вы знаете, иногда, когда я смотрю, ну, там, просто я зашел куда-то, да, ну, там, ко мне там что-то как-то с неуважением отнеслись, как-то что-то вот так, ну, посмотрели как-то не так, и я чувствовал, у меня что-то вот как бы так, как мой резерв, он быстро истощается довольно. Раз, раз, у меня что-то там накипает, накипает, и у меня уже мысли всякие такие просто. И я для себя открыл о том, что вот в тот момент надо бодрствовать о том, что не допустить, когда мое нетерпение проявится, или мой гнев, или мое злоречие какое-то о том, что вовремя призвать имя Иисуса Христа. Я говорю, Господи, я почему не могу покрыть этого человека? Потому что мне же Твоей благодати не хватает. Я не могу, я начинаю замечать в нем всякие недостатки. Вот он то, вот это. И дьявол начинает меня буквально вот так закидывать, потому что дьявол несет ложь и клевету, вы знаете, вот просто у дьявола есть тоже Евангелие, и его это весь радует. Он несет Евангелие осуждения. Вот Библия говорит, что мы не несем служение осуждения, мы несем Евангелие оправдания. Иисус Христос мне принес Евангелие оправдания. Я призван оправдать этого человека, не призван на нем поставить крест, клеймо какое-то, и навечно его осудить. Кто я такой? Библия говорит, кто ты судящий чужого раба? Падает он или встает? Бог силен поднять его. Я не судья. Или я судья, но неправедный. И мне надо вовремя призвать и сказать, Иисус, пожалуйста, дай мне покрыть этого человека Твоей благодатью. И в этот же момент приходит не просто терпение, Далготерпение. Люди, которые знают меня близко, Они знают, что я очень спокойный человек, Меня трудно, очень трудно вывести из состояния. Но можно. Я не советую вам сталкиваться со мной, Когда я в состоянии, Когда с катушек слетел и понеслась. Но не советую. И дай Бог, чтобы это больше в моей жизни никогда не случилось. И слава Богу, Бог хранит меня. Потому что Бог научил меня одной такой четкой грани. Вовремя призови имя мое. Сын мой, вовремя призови имя мое. Нет у меня терпения, у Иисуса есть. Нет у меня мудрости, у Якова написано просто. Если не хватает, не достаете мудрость, попроси у Бога. И Бог, дающий всем просто, мудрость, сходящая свыше. Она готова уже у него. Понимаете? Все, на, возьми. Я иногда думаю, как это я так мудро сказал? Потом понимаю, это не я сказал. Господь что-то, потому что он меня предупредил. Не готовься, да, не готовься, когда потащат тебя, там, повлекут на суды. Приведут тебя просто. Позволь Духу Святому говорить через тебя. И приходят такие мудрые слова. И я, вот, я, Господи, вот это да, вот это, слава Богу. Два слова, и все. Вся ситуация разрядилась. Слава Иисусу. О чем я сегодня хочу сказать. Давайте мы дочитаем. Снисходя друг от друга, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил, так и вы. Христос тебя простил? Аминь. Христос меня простил, поэтому я прощаю. Более всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупное совершенство. Господи, мне больше всего нужна Твоя любовь. Потому что Твоя любовь есть совокупное совершенство. И смотрите, вот этот стих, он просто чудесный, невероятный. Потрясающе, я хочу сказать еще. Потрясающе – это библейское слово. Потому что, когда первосвящение ходил, он поднимал на собой жертву, и что он ее потрясал? Отсюда возникло слово «потрясающе». Потряси вот так руками. Скажи, это стих потрясающий. И этот стих говорит о том, что «Довладычествует в сердцах ваших мир». 15 стих говорит, «Довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Очень много библейских мест в Евангелии говорит о том, что нам важно хранить себя в мире. Вот для меня это критерий. Ну, в том плане, что когда я чувствую, что я ухожу, выхожу из состояния мира, или теряю мир, я понимаю, что я начинаю где-то угошать Духа Святого. Это практически одно и то же. Это слова-синонимы. Я начинаю отдаляться от Иисуса Христа. Я теряю мир, возникает какая-то паника, какое-то беспокойство, я понимаю, что я в этой ситуации потерял доверие к Иисусу. И мне что нужно? Мне надо вернуться. Мне нужно вернуться. Господь, что мне сделать в данной ситуации, чтобы этот мир вернулся? И Бог мне говорит о том, что тебе надо или где-то простить, или где-то покрыть, или кого-то благословить. Проклинает тебя в ответ, благословляет, ненавидит, полюбить тебе надо этого человека. Начинаю делать эти вещи, которые в его Нагорной проповеди прописаны, четко и ясно, там безоговорочно. Делаешь это, исполняешь, и возвращается что? Мир. Но Бог не хочет, чтобы мир просто вернулся в твою жизнь. Бог хочет, чтобы мир что? Владычество. Знаете, что такое владычество? Это полный, такой тотальный, но Божий контроль. Не бойтесь вот этого слова контроль, потому что контроль и манипуляция только в одном случае имеют хорошую такую грань. Хорошо, когда твою жизнь контролирует силу Святого Духа. Хорошо, когда тобой манипулирует Дух Святой, когда ты в один Дух Святой. Слово манипуляция только в одном случае прекрасное слово. Слово манипуляция от слова, уже и на болгарский перехожу, вчера я на болгарском языке проповедовал, от слова манус. Манус – это греческое слово, которое говорит рука. Вот когда тобой манипулирует Бог, Бог знает, что делает. Он манипулирует тобой, ну то есть он руководит тобой во благо тебе, для того, чтобы привести тебя в свое царство и чтобы водить тебя по этой жизни Духом Святым. И Библия говорит, что да и все, вводимые Духом Святым, суть в сущности сыны Божьи. Слышите меня? Поэтому я рад, когда Бог, ну как Филиппа, поднял и понес куда-то в другой город, вот так по воздуху. Просто вот такая телепортация. О, слава Богу, только это же прекрасно. Бог тебя носит на своих руках, потому что ты угоден Ему, потому что ты исполняешь Его Божье слово. И вы знаете, через что прошел апостол Павел и через что он нас пытается провести? В начале своей христианской жизни я поступал так, потому что меня так пастыря учили. Они говорили о том, что если ты в какой-то ситуации не знаешь, как себя вести, сядь, успокойся, вводи в состояние мира и помолись Иисусу. Спроси у Него. Примерно вот так нас учили. Господи, что бы Ты бы сказал в моей ситуации? Что бы Ты сказал? И приходили слова. Бог говорит, я хочу, чтобы Ты сказал вот это. Или я бы сказал вот это. И в Евангелии мы можем читать тысячи примеров, как бы поступил Иисус Христос. Апостол Павел, он какое-то время пришел в Иерусалим, жил с Петром, и я думаю, что он его просто там докучал бесконечно. А как Иисус вот здесь, а как Иисус вот здесь делал? А что он вот так, а что? И он просто буквально вот это все впитал. И потом он просто, он начал это практиковать. И вот здесь вот, если я не знаю, что мне делать, я спрашиваю, Господь, как Ты бы поступил? Начинаешь читать Евангелие, начинаешь вот так все места поднимать. Вот в таких примерных ситуациях Иисус поступал вот так-то. И я буду так поступать. Ну, Господь, что бы Ты бы вот просто в данной ситуации предпринял? И Бог дает мудрость о том, что как поступить в данной ситуации. Но я хочу сказать о том, что это только временный, временный такой, переходный этап в христианской жизни. И давайте мы прочтем дальше, к чему ведет нас апостол Павел. Первом послании Фессалоникийцам, 14 стиха, 5 глава. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем, всегда радуйтесь, и мы это прекрасно знаем, да, вот эти стихи, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Вот этот 21 стих, он на самом деле очень уникальный, потому что для меня это звучит вот так, все испытывайте, хорошего держитесь, хороший для меня это Иисус Христос, вот я бы написал, ну просто вот, если бы я писал, то я бы написал хорошего с большой буквы, вот, хорошего Иисуса Христа держитесь, потому что он хороший, кто скажет, что он плохой, да, Иисус Христос хороший, и смотрите, все испытывайте, хорошего держитесь, апостол Павел нас приводит вот к такой грани, говорит, пожалуйста, все тебе позволит на человек, помните, апостол Павел пишет три правила, все тебе позволит на, но не все полезно, все тебе позволит на человек, но ничто не должно тобой обладать все тебе полезно человек но не все назидает не все дает мудрость все испытывайте пожалуйста бог не против ты можешь испытать но будь честен и вот здесь вы знаете вот такая очень четкая ясна грань когда я подхожу к какому-то этапу этот опыт для меня новый я не знаю как поступать и бог мне говорит вот поступит и так я послушен я поступаю так и победа какая-то но если я поступил по своему по-человечески сказал так ну извините тоже я не глупый человек я бы поступил вот так пожалуйста попробуй я поступаю по-своему приходит по день падение недавно прочитала духовная гравитация значит буду духовная гравитация духовная гравитация это гордость всегда предшествует падению смирение всегда предшествует тому что тебя и господь вознесет это духовная гравитация если ты проявляешь д "'свою Если проявляешь смирение, по-любому Бог вознесет тебя. Слышите меня? Насколько важно быть смиренным в любой ситуации. Духовная гравитация, давайте мы это запомним. И вот Бог меня испытывает. Я испытываю, упал, поднялся и говорю, Господи, я приобрел опыт полезный. Я упал, я больше так не буду делать. Я поступил по Слову Божьему, поступил так, как мне сказал Иисус, потому что Иисус Христос очень часто дает настолько четкие и ясные инструкции, что мне даже трудно в это поверить. Я говорю, Господи, это так просто. Может быть, как-то посложнее, может, давай усложним. Я бы вот так вот. И пошел по кочкам скакать, по ямам перепрыгивать, по каким-то бревнам. В конечном итоге куда-то так залетел, что если бы не Бог, не выбрался бы. Бог дает очень четкие и ясные инструкции. Для чего? Для того, чтобы я приобретал, что Господь приобретал хороший опыт послушания Богу, о том, как хорошо быть послушным, как хорошо слышать голос Бога. Вы знаете, вот Бог испытывает сейчас нашу поместную церковь, потому что одно время меня как-то пугало о том, что Господи, что так, почему-то церковь не растет. Но вы знаете, это как с армией Гидеона. Бог выбирает себе отборных воинов. В конечном итоге он из нескольких тысяч отобрал для себя только 300 человек. Но эти 300 человек четко и ясно слышали голос Бога. Они не слушали даже в какой-то степени, это не то, что там заслуги Гидеона, хотя, конечно, и его. Все они слышали голос Бога. Все они водились конкретно Духом Святым. И Бог вот с этой немногочисленной армией на то время, 300 человек, Он совершил невероятные победы. Почему? Потому что это была армия Бога, непобедимого Бога, который не знает поражения. Он не может знать поражения. Эти воины обладали такой колоссальной силой, что один мог поражать буквально тысячи воинов, солдат. Не просто каких-то мирских, мирных граждан, а это были солдаты, которые просто падали вниз перед этой армией живого всемогущего Бога. Все испытывайте хорошего, держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости досохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и не я сотворю сие, который Иисус Христос сотворит сие. Когда я Ему доверяю, приходит Иисус Христос, и Он делает то в моей жизни, что я не могу сделать. И вот это мне надо признать. В этом мое смирение. Аллилуйя! И, наконец, к чему я вас веду сегодня? Послание Галатам. К чему пришел апостол Павел в конечном итоге? И для меня это очень сильное откровение сегодня, которым я хотел с вами не только просто поделиться, а хотел бы, чтобы каждый из вас это просто впитал в свою жизнь и поверил, что это да и аминь. Раз апостол Павел пишет для своей жизни, значит, это возможно. Мы на разных с ним условиях, потому что апостол Павел тоже не знал Иисуса Христа при жизни. Он был его гонителем. Он был фарисей из фарисеи. Это был, как он сам о себе пишет, это просто был страшный человек, который гнал церковь, убивал христиан, сажал, кидал их в темницы, если бы он не посвечался лично с Иисусом Христом. Но мы на равных условиях. Из какой ямы апостол Павел выходил, бывший Саввел? И давайте я просто прочту. Послание Галатам, 2 глава, с 19 стиха. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. 20 стих говорит, и уже не я живу. Вот проговори про себя, и уже не я живу. Но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веру в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И знаете, о чем этот стих говорит? Этот стих лично мне говорит о том, что какое-то время апостол Павел пытался подражать Иисус Христу, пытался думать, как Иисус Христос, пытался делать, как Иисус Христос, пытался поступать, так как поступал Иисус Христос. Но наступил такой период, когда испытав Иисус Христа в своей жизни и осознав о том, что Иисус всегда рядом, Он живой, Он реальный, Он воскрешен, Он тот, который всегда в моем сердце, и Он тот, который живет во мне. И когда Он это испытал, Он просто что сделал? Он просто позволил Иисусу Христу жить в Его плоти и делать свои дела. Слушайте меня? Просто позволил. И в Его жизнь пришла мера полного возраста Иисуса Христа. Именно в этот момент. Не апостол Павел, давайте мы вот это уловим, не апостол Павел возрос и стал таким же, как Иисус Христос. Вот не пытайтесь стать, как Христос. У вас это никогда не получится. Есть только один Христос. Дьявол, только дьявол является, как. О нем написано, о том, что дьявол, он рыкающий, как. Как лев. Но он не лев. Слышите меня, да? Дьявол, он как. Ну, как. Я не буду обзываться, да, ну, вот это слово такое, как. Он только, он просто как. Так, а Иисус Христос это истинный лев из колена Иудина. Дьявол как, а Иисус Христос это лев из колена Иудина. Давайте мы вот это запомним. И мне не надо пытаться стать, как Христос. Потому что Иисус не этому меня хочет научить. Он хочет привести меня к той грани, когда во всем, во всех своих делах, словах, поступках, мыслях я полностью, целиком доверяю Ему и позволяю Ему двигаться в моей жизни, Ему говорить, Ему смотреть, Ему прикасаться, Ему делать, Ему поступать, Ему жить, и уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу в плоти, то живу веру в Сына Божию, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Аминь. Слава нашему Богу. Не знаю, насколько мне удалось донести вот эту основную мысль, но я хотел бы еще вернуться к началу проповеди, к названию о том, что можем ли мы возрасти в меру полного возраста Иисуса Христа? Я хочу сказать о том, что лично мы не можем. Мы можем просто позволить Иисус Христу во всей своей полноте проявляться в своей жизни в тот момент, когда я мое, вы знаете, на самом деле, вот это, оно просто вот так уйдет со сцены, с аванссцены, и предоставит место Иисус Христу. И вот чем больше мы вот это, знаете, я думаю, что апостол Павел пришел к такой жизни, о том, что он каждый раз пробовал, и он получил очень четкий дар развлечения духов. Он всегда знал, когда, например, приходит, послание написано в другом месте, что все, что вы не делаете, делайте как для Господа, потому что он все во всем, полнота наполняющая. Когда что-то приходит, и он вот в духе видит о том, что это Христос, у него четкое такое знание, о том, что приходит знание, он говорит, это знание пришло от Христа, потому что знания тоже могут прийти, это может прийти из банка моей памяти, из моих каких-то знаний, из моего опыта, это может прийти из духовного мира, это может прийти непосредственно на дьявола. Аминь или аминь? Потому что мы живем в довольно таком сложном, духовном, невидимом мире, и нам надо научиться различать, когда Христос приходит, когда Он говорит, когда Он хочет что-то сделать. Вот у апостола Павла был колоссальный опыт, он четко знал, когда Иисус Христос приходит, и что-то хочет сказать, что-то сделать через него слышите меня и он просто ему позволял это не был апостол павел это был иисус христос живущий в павле слушайте меня вот мне бы очень хотелось о том чтобы наша церковь она здесь вот просто прославилась прославила господа иисуса христа в том что люди вы просто понимали о том что там ну там собирается какая-то кучка да непонятно ну там я буквально днях услышал при по наехали тут с казахстана там чурки короче то я сегодня получил откровение как хорошо ну бог тут доставляет чурки до с туркменистана там с казахстана там со всей средней азии чтобы разжечь есть огонь понимаете ему чурки нужны ну так так это же для славы божьей чурки это дрова ну дрова да ну мы хорошие дрова да нас надо ну просто вот так здесь сложить разжечь есть такой огонь чтобы здесь все загорелось огонь святого духа мы хорошие чурки поэтому я только рад что меня так называют о том что ну чурка ну слава богу хорошо это для божьей славы аллилуйя давайте мы помолимся чтобы огонь здесь разгорелся чтобы согреть много сердца чтобы этот огонь просто разжег здесь болгарскую церковь интернациональную церковь чтобы это было для божьей славы чтобы нам умоляться а христу возрастать чтобы она становилась все меньше меньше и меньше а христа становится больше больше и больше господь благослови нашу церковь я очень четко знаю чем будет отличаться в церковь вавилона вавилонская церковь или церковь антихриста церковь антихриста будет отличаться тем что там будет полная своего ли там будет воля человека там будет воля антихриста не воля твоя это будет настолько подстроен, это будет настолько имитировать истинную церковь, что люди будут трудно отличать. Они будут приходить ради красоты, ради каких-то знамений, чудес, но воли Божьей там не будет, и Христа там не будет. А настоящая церковь, она отличается тем, что люди, приходя туда, лично знакомятся с Иисусом Христом, который есть единый спаситель, который есть единый посредник между Богом и человеками, знакомятся с Ним, соединяются с Ним, научаются от Него, возрастают. Новый человек возрастает до тех пор, пока не осознает о том, что Господь, я буду только наблюдать, я буду только созерцать Твою славу, я буду только наблюдать, как Ты действуешь в моей жизни. Я буду наблюдать, созерцать и воздавать Тебе всю славу, наслаждаться Твоими словами, Твоими премудростями, Твоими исцелениями, тем, что Ты и сегодня освобождаешь, тем, что Ты и сегодня так можешь благословить. Сверхъестественно невероятно, что этот человек будет до конца жизни благодарен Тебе и станет тебе верным слугой. И Бог и сегодня ищет себе добрых и верных последователей. И придет время, когда Бог скажет определенным людям, добрый и верный слуга, вводи в радость Господина Своего. Добрый означает качественный человек, который просто поверил и настолько стал верным тебе, Иисус Христос, что просто на этой земле совершил целое течение, движение, которое прославляет Господь Иисус Христос никакого-либо человека, но только живого единого Бога во Христе Иисусе. Потому что Господь, только ты достоин вечной славы. Аллилуйя, Отец. С тобой не сравнится ни один человек, ни один царь, ни один повелитель на этой земле. Никто и никогда не с тобой не сравнится, потому что ты есть царь царей, потому что ты есть Бог богов, ты есть Господь, Господь Всевышний. Аллилуйя, Отец. И тебе вся слава, Господь. Мы благодарны тебе за то, что ты, будучи царем царей, я еще раз повторю эту мысль, пришел на эту землю для того, чтобы стать рабом рабов. И чтобы омыть каждому из нас ноги, очистив нас и осветив для всякого доброго дела, чтобы имя Твое прославлялось. Дай нам на каждом месте, Господь, каждому из нас, просто Господь, Отче, приносить, быть носителями Твоей славы, приносить Твое присутствие, Господь, в дома и говорить о том, что это не я. Я ничто. Сосуть ничего не стоящий. Это Иисус Христос. Это Иисус Тебя исцелил сейчас. Это Иисус сейчас Тебя спас. Это Он Тебя благословил. Воздай Ему всю славу. Аллилуйя. Слава Тебе, всемогущий Бог. Давайте Ему поблагодарим нашего Господа. Аллилуйя.